Пользуюсь большой популярностью у самых-самых крупных первых компаний. Сейчас немного... Я тоже кое-что порассказываю, поэтому прошу поставить презентацию, которая называется Тимофей. Скажу честно, в слайде буду видеть второй раз в жизни после того, как я их делал. Итак, я немного хочу поговорить об ошибках. Дети есть? Нету, окей. А факапа? Факапа на ошибке отличается тем, что факапа – это совершенная штука, и она более объективна и увлекает большее количество людей. Итак, почему мы боимся ошибок? Потому что мы боимся, что они будут нас сопровождать постоянно. Один раз совершив ошибку, мы будем наступать на нее снова и снова, так и научившись не справляться. И ошибки нам будут последовать повсюду. Вторая вещь – то, что как только мы совершим ошибку, куча и куча людей со всех сторон будет у нас смотреть, оценивать, говорят, а какие негодяи, что они сделали, как все плохо. И мы сразу в глазах окружающих, о которых так беспокоимся, будем выглядеть не очень хорошо. В общем, полный коллапс. Полный коллапс, катастрофа. Как только мы делаем что-то неправильно, мы сразу закрываем все домик, думаем, что жизнь кончена, начинаем думать, где купить хозяйственное мыло и прочие принадлежности. Но все не так страшно. Мир, который представляет себе черное и белое, он хорош в мультиках, он хорош в фильмах, и в произведениях, в литературах, особенно классические. На самом деле всегда есть светлая сторона и есть тот свет, который освещает научные ошибки. Теперь какие бывают ошибки, почему? Первая ошибка, с которой я постоянно сталкивался, когда задумываешь нечто слишком сложное, чтобы этого оплатить. Думаешь, какая гениальная идея, дай я ее сделаю, не имея ни ресурсов, не имея ни возможностей. Вторая – это время. Временной ресурс, один из самых важных. Когда у нас есть один день на то, чтобы сделать нечто сложное и тяжелое, лучше за это не браться. Хотя мы обычно беремся, иногда даже получается, но не всегда. Третья штука – это люди. Договариваться и говорить о честном слове надо только с теми, кому мы действительно верим и кто проверен. Из моих личных ошибок, большое количество факапов было именно тогда, когда я договорился с теми, в ком я не уверен. И они всегда обманывали. И только потом факапы случаются из-за того, что была неправильно выбрана изначальная цель. Из-за того, что мы цели несли куда. Это бывает реально. Итак, почему все же факапы и ошибки хороши? Во-первых, они смешные. Это реальная вещь. Если вы правильно относитесь к своим ошибкам, с юмором, научитесь к ним относиться с юмором, то вы будете от них должны получать удовольствие. Вторая причина – то, что ошибки позволяют диагностировать свою деятельность и понять, что вы сделали не так и как потом сделать правильно. Не так много вещей нам позволяет это сделать. Ошибки позволяют. Поэтому ошибка – это средство диагностики в том числе. Третья – ошибки нам позволяют все бросить и начать все завтра. И посетиться в какое-нибудь долгое интересное путешествие. Это тоже важно. Без ошибок, без какого-то факапа мы редко думаем о том, что почему бы нам не сорваться возле мужского города. И последняя штука – то, что ошибки приводят к открытию. Все помнят фильм «Назад в будущее 3», когда они на паровой поезде сумели отправиться в настоящее? Ну, в общем, пенициллин, пост-соид и многие другие вещи были открыты благодаря ошибкам. Тоже неплохо. Итак, по поводу отношения к ошибкам. Как к ним стоит относиться? Ошибки – это некая рутинная штука, которая у нас в жизни постоянно происходит. И если мы хотя бы раз, хотя бы раз, из-за ошибки сделали что-то правильное, мы можем выигрывать очень сильно. Ну, в общем, я к чему. У всех у нас есть право на ошибку. И я всех прошу к ошибкам своим, в первую очередь, относиться снисходительно. Они могут принести намного больше пользы, чем вреда, если вы не будете правильно смотреть. Я все. Пять минут на вопрос. Я даже сам с ним не секонтролирую. Вопросов нет? Пять минут на вопрос.